Ночной клуб на колесах. Именно так называют один из расчетов зенитной установки вооруженных сил Украины. В гражданской жизни эти парни развлекали соотечественников, а с началом полномасштабного вторжения взяли в руки оружие и встали на защиту страны от российских захватчиков. С началом полномасштабного вторжения подразделения разведчиков Бороды обороняли Черниговскую область. После деоккупации региона бойцы отправились на одно из самых горячих направлений – Бахмутское. Мы работали как аэроразведка, корректировка и группа, которая могла наносить огневые поражения врагу. У нас был СПГ, которым мы также работали. Обнаруживали врага, корректировали союзные силы. Малыш, давай по максималочке им. С святами, сука! Отрабатывали по расчету АКСА, по расчету миномета, по сосредоточению противника и по складу хорошенько отработали. Коммунитив работает на 1300, но и только по бронетехнике. Осколочно-фугасный забрасывает на 4,5. При определенных условиях можно забросить еще дальше. Успешно выполнив задание, подразделение Бороды выдвинулось на другое направление. Бойцы вспоминают, практически сразу обнаружили технику противника. Было выявлено систему РЭР, которая обнаруживала дроны автономно. Она находилась посреди поля, за колючей проволокой с антенной. Выдвинулись туда. Использовали то, что это была ночь. Что система автономная. Она, если дни не солнечные, возможно, не успела зарядиться. И как только начало сиреть, стали работать. Первый заход был, конечно, очень проблематичный. И дрон трепало. И крайне тяжело было управлять. Связь была подавленная. Высоту большую нужно было набирать. Работали по часам, так как сигналы радиостанции тоже подавляло оборудование противника. Там больше интуитивное наведение. Потому что нужно было рассчитать, какая сила ветра, как его снесет. И при подавлении РЭБом дрона он вел себя неадекватно. В перерывах между заданиями парни находят время и для хобби. Юрий усмиряет свой боевой запал, сгибая гвозди в необычные фигуры. Парни шутят, что у них в подразделении есть настоящий богатырь. Брелок на долгую память от наших бойцов.